И конечно же выпуск программы не мог обойтись без представителей единоборств. Сегодня в числе ньюсмейкеров Кео Кусенкаевца. Повод в Чебоксарах прошли тренировочные сборы мастеров разящего кулака под руководством Шихана Алексея Горохова. Мероприятие в общем-то уже традиционное, однако наше внимание привлекло название «Сентябрьский гамбит», и мы отправились к месту сбора в пятую школу Олимпийского резерва. Игровой зал школы единоборств, наверное, только при большой фантазии можно сравнить с шахматной доской. Ну а найти на вскидку общие между файтерами, выбравших самый жесткий и боевой стиль Кео Кусенка, и мастерами 64-клеточной доски вряд ли получится. Однако Шихан на деле доказал, что аналогии между этими видами спорта есть. Так что оказалось, что между Кикусенкаем и шахматами много общего. Так черно-белая партия строится на повторении комбинаций ходов. Кикусенкай – это кота. Вот только в отличие от шахматного блица, у каратиста время принятия решения, которое принесет победу, исчисляется сотыми долями секунды. Так что главная задача процесса – свести тактико-технические схемы боя на уровень подсознания, то есть рефлекторного навыка. Важный момент, конечно, к усилиям волевым и физическим – это еще умение принимать решения. Спортсмену необходимо быть здесь, как будто ты вот пришел, и у тебя есть двое вот эти часы с кнопками, и кто быстрее закончит партию в шахматах. Вот таким образом, то есть мы постоянно должны нажимать кнопку и делать первый шаг. Файтерам приходится снова-снова и снова повторять, казалось бы, заученные до автоматизма базовые элементы ударной техники. Идти вперед помогает четко поставленная цель. Карате – это как шахматы. Это не только практика, но и теория, это знания, которые помогут мне в дальнейшем побеждать. На следующей неделе у нас турнир всероссийский, я буду первый раз выступать под женщинами, и я думаю, знания, которые я получила на этих сборах, они мне помогут. Наравне с начинающими и уже опытными файтерами на сборах работали обладатели титулов «Сэмпая» и «Сэнцея». Причем единственной привилегией обладателей черных поясов было право стоять в первом ряду к шахану. Независимо от того, какой у тебя пояс, ты должен стремиться к совершенству и набираться опыта у сильнейших и лучших инструкторов в нашей стране. Попытка Шахана объяснить особенности Кеку Сенкая с шахматными терминами нашла понимание. Ну а как усвоенный урок покажут уже ближайшие соревнования. Но как поведал в беседе руководитель клуба «Сэнцея» Алексей Нягин, в ближайшее время он вместе со своими подопечными обязательно возьмет уроки этой древней, как карате, игры – шахматы. Ну а пока... Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА